С нами на связи городской голова Мелитополя Иван Федоров. Здравствуйте, Иван. Да, приветствую вас. Здравствуйте, Иван. Скажите, пожалуйста, запрос к атомной электростанции. От нее расстояние до Мелитополя небольшое, по-моему. Что вы знаете, какая там сейчас ситуация, что в первую очередь расскажите с персоналом? Разная информация поступает об этом. Расстояние не более 80 километров с персоналом атомной электростанции, так же, как и со всеми мирными жителями, гражданскими людьми на времена оккупированной территории. Происходит террор, который усиливается с каждым днем. Рашисты видят о том, что цель и задача расистов – это загнать в страх наших жителей и в нищету. Они считают, что таким образом они смогут добиться повиновения и поддержки местных жителей. Это они делают с медиками, это они делают с сотрудниками атомной станции, это они делают с учителями и со всеми разными категориями. Сегодняшняя ситуация на атомной станции, она очевидна, она захвачена террористами, которые сегодня продолжают террор. Только этот террор не только жители Украины, а близлежащих стран Европейского Союза также, потому что Мелитополь находится от атомной электростанции Запорожская на расстоянии 80 километров, а до ближайшей границы сотни километров, но точно не тысячи. Поэтому в опасности все мы из-за того, что станцию сегодня контролируют террористы российские. Иван, была информация о том, что оккупанты не пускают украинских сотрудников на территорию Запорожской атомной электростанции. Как вы можете это прокомментировать, почему это происходит? Я знаю, что они не пускают сотрудников тех, которые не согласились переходить на работу в их компанию российскую, Росатом, и прокомментировать могу все просто. Они заставляют наших жителей, чтобы они стали подчиненными российского государства, и таким образом будет легче ими манипулировать, легче давить, легче управлять. Но все жители, как и сотрудники станции, так и представители других сфер, не хотят быть коллаборантами, поэтому они не идут на этот шаг. Сегодня хорошие радостные новости показательные были с Херсона, там, где сотрудниками спецслужб ДБР был арестован один из коллаборантов, который был раньше заместителем городского головы по ЖКХ, остался работать и содействовать расшистам, оккупантам, и сегодня был арестован. И, что самое интересное, статья, которая ему инкриминируется, она не подразумевает амунистии. Соответственно, сидеть он будет, по всей видимости, до конца своих дней, и за предательство умрет непосредственно в тюрьме. Поэтому такая участь ждет всех коллаборантов. Поэтому расшисты специально хотят втянуть в сотрудничество большое количество людей, но наши жители не хотят быть коллаборантами, не хотят быть союзниками расшистов, поэтому не идут на их условия. — Но, тем не менее, оккупанты, вот я читаю, даже мобилизацию собрались проводить именно в Мелитополе. Что об этом известно? В каком формате мобилизация? Может быть, она уже идет? — К сожалению, террор местного населения продолжается, он по ряду направлений, один из них — это мобилизация. Мы много об этом говорили. Сначала они два месяца назад собирали людей, мобилизировали в свой добровольский батальон Судоплатова, и собрали туда более трех тысяч человек, конечно же, недобровольно. Но все мы видим о том, что наши вооруженные силы героически, ежедневно выбивают расшистов. Только за последние несколько дней генеральный штаб отчитался о том, что только в запорожском направлении более 500 оккупантов больше не будут воевать против нас. Поэтому расшистам необходимо пополнять ряды своей псевдо-второй армии мира. И они это собираются делать за счет оккупированных территорий в большей своей части. С выходных, с субботы, воскресенья и понедельник уже и вторник подтверждение мы имеем абсолютно от конкретных людей о том, что в Васильевке людей, даже те, которые получили пропуск в комендатуре на выезд, но у них нет с собой военного билета, в котором стоит, что они негодны к службе в армии, не выпускают на территорию нашего государства Украины с временно оккупированной территории. Конечно же, расшисты придумали очередную пропаганду, почему они не выпускают. Они не выпускают под видом того, что в Украине сегодня есть мобилизация, и все те мужчины призывного возраста, которые выезжают с временно оккупированной территории, автоматически призываются в армию. Все мы с вами понимаем, что это фейк, и призыв идет строго в рамках закона в Украине на сегодняшний день, и точно не 100% мужчин призывается. А расшисты не выпускают специально для того, чтобы весь мобилизационный потенциал оставлять на временно оккупированной территории, и после этого привлекать наших жителей к мобилизации, к трудовой повинности, например, рычью окопов, которые сегодня они массово пытаются внедрить в наше общество и так далее. Я затронул тему рытья окопов. Так вот, если раньше они пытались купить наших жителей за 70 тысяч рублей в месяц, за рытье окопов, сегодня уже подняли стоимость до 150 тысяч рублей в месяц, и все равно желающих нет. Сегодня окопы роют только те, кого расшисты силой взяли в плен. Иван, еще была информация о том, что пытаются вербовать заключенных. Расскажите об этом поподробнее. Две недели назад на территорию города Мелитополя приехал криминальный авторитет Армен Горловский. И тогда не все смогли понять, какая цель приезда этого человека. А вот буквально позавчера стало известно о том, что это назначен новый смотрящий, смотрящий за тюрьмами, за тюрьмами в Бердянске, за тюрьмами в Токмаке. К счастью нашему, в Мелитополе женская колония, она не попадает в периферию интересов этого криминального авторитета. И его задача ездить по колониям и отбирать заключенных для частной военной компании. Что интересно, нет подтверждения о том, что это частная военная компания Пригожина. Они сегодня делают какую-то альтернативную частную военную компанию, в которую набирают зэков. И таким образом они пытаются тоже усилить свой военный потенциал. Сначала усилили мобилизированные, которые сегодня выглядят как бомжи, ведут себя как бомжи и находятся на нашей территории полностью в непригодном и непристойном состоянии. Следующая их стадия это отобрать зэков, которые будут, по всей видимости, еще менее функциональны, чем бомжи. А скажите, пожалуйста, кроме рытья окопов, какие еще мероприятия оборонные проводят оккупанты? Как они вообще готовятся к защите города? И какие, по-вашему, перспективы? Может ли Мелитополь, например, повторить судьбу Херсона, когда войска захватчиков будут выбиты из города, ну, можно сказать, на расстоянии? Нет, лично у меня нет сомнений, что Мелитополь повторит судьбу Херсона, и расисты будут бежать с Мелитополь. Но только это будет тогда, когда наши вооруженные силы смогут добиться этого своим трудом и, к сожалению, жизнями наших граждан. Сегодня расисты выбрали наш город Мелитополь как административный логистический центр Юга Украины со всеми вытекающими. Начиная от того, что они заезжают в каждое село, размещают там свою военную технику, боеприпасы, личный состав, выселяют людей, заканчивая тем, что с трех сторон они строят оборонные линии. Со стороны Херсона, со стороны Запорожья и со стороны Бердянска. Также интересен есть тот факт, что два дня назад они начали восстанавливать линию Ватан, которая была оборонной линией фашистов во времена Второй мировой войны, которая проходила вдоль Мелитополя, сел Константиновки, Мордвиновки, и эту оборонную линию они пытаются сейчас восстановить. Только по сейденности они только частично прочитали историю и забыли, как в 1942 году эта линия была прорвана, и после этого и фашисты бежали из Мелитополя, и также расшисты будут бежать из Мелитополя тоже. Надеемся, что так и будет. Нет, мы уверены, что так и будет. Иван Федоров, голова Мелитополя, был с нами на прямой связи. Спасибо.